В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Ирина Волкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Внимание, дети! Сотрудники ГИБДД вновь проводят профилактические мероприятия. Трагедия и тайна парохода по морю. В музее истории открылась новая выставка. Молодые и активные проявят себя. В Мурманской области стартует конкурс «Добровольц года-2016». Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности. И помнить об этом следует не только водителям, но и пешеходам, особенно самым маленьким. С 22 августа по 17 сентября в Кандалакшском районе будет проходить профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». За время летних каникул в Кандалакшском районе произошло 5 ДТП, в которых пострадали дети. В двух случаях виновниками стали сами юные пешеходы. При этом всего по административной практике было выявлено 129 правонарушений со стороны пешеходов. Учитывая это, особое внимание сотрудники ГИБДД уделяют безопасности несовершеннолетних. Хотя, в первую очередь, всегда помнить о маленьких пешеходах стоит автовладельцам. Хочется обратиться к водителям, быть внимательными при проезде уличной дорожной сети, проходящей возле общеобразовательных учреждений. Родителям первоначальные дни все-таки провожать детей в школы, потому что именно летом у детей навыки нахождения на дорогах, именно прохождения через автомобильные дороги у них подзабылись, поэтому надо вспоминать. Для предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних и повышения дисциплинированности водителей, в первые дни сентября сотрудники ГИБДД будут дежурить возле общеобразовательных учреждений города. Также в рамках профилактической акции «Внимание, дети!» пройдут различные мероприятия, включающие общение с родителями маленьких кандалакшан, педагогическим составом школ и управлением образования. Похороненный под водами Белого моря, но всегда живой в памяти людей. В Музее истории Кандалакши открылась новая выставка «Трагедия и тайна грузопассажирского парохода по море». С самого начала войны небольшой грузопассажирский пароход Северного морского пароходства перевозил эвакуированное население из Кандалакши, обратно доставлял воинские грузы, солдат и рабочую силу. 21 августа 1941 года он ушел из Кандалакши в свой последний рейс. Судно затонуло недалеко от острова Большой Седловатый. Два мощных взрыва буквально разорвали по море пополам. 32 члена экипажа и 30 пассажиров погибли. Лишь одному члену команды удалось выжить. Первую выставку, посвященную судьбе затонувшего по море и его пассажиров, в Кандалакшском музее открыли пять лет назад, спустя 70 лет со дня трагедии. И сегодня работники хранилища представляют новую, дополненную экспозицию. Материал для которой собирали из всех возможных источников. Об этом мы и в интернете писали, и на сайте у нас есть. И откликаются люди. Вот мы уже нашли, он сам нам написал из Москвы, сын старшего штурмана. Потом произведение нам тоже в интернете мы находили. Как раз когда писали об этом судне, есть книги. Точные причины трагедии не установлены до сих пор. Однако существует несколько теорий. Узнать о них, а также о самом экипаже судна и его пассажирах, в Кандалакшане гости города могут, посетив музей истории. Здесь же можно будет узнать, кто и где увековечил память грузопассажирского парохода по море. В дальнейшем, возможно, экспозиция будет представлена также и в школах города. В Мурманской области стартует конкурс для молодых, активных, инициативных и общественно полезных «Доброволец года-2016». Прием заявок на участие уже открыт и продлится до 16 сентября. Работа, приносящая не только пользу, но и радость, это, несомненно, труд добровольца. Ведь работают волонтеры бесплатно, но при этом совершают великие дела. И тех, для кого добровольчество стало образом жизни, приглашают принять участие в региональном конкурсе. Он проводится в двух номинациях – «Доброволец года» и «Лучший добровольческий проект». Заявки принимаются от молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициативных групп и представителей молодежных и детских общественных объединений в возрасте от 14 до 30 лет. Результаты заочного этапа будут сообщены участникам конкурса 20 сентября. Очный этап пройдет 23 сентября в Ленингорске. Подробная информация размещена на молодежном сайте Мурманской области «Чердак». Справки по телефону 8 815 2 41 18 35. Это все новости, которые мы успели подготовить для вас сегодня. Далее вас ждет блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго и до встречи!